С начала открытого бета-теста в октябре прошлого года Lost Ark получила большое количество обновлений. С их помощью ежемесячно добавляется новый контент, игра пополняется режимами, архетипами и многим другим. А к годовщине русскоязычная команда и вовсе объявила о выходе версии Lost Ark 2.0, в которой добавили новый континент, доработали некоторые механики и позволили обзавестись собственным поместьем. Но что именно означает вот эта 2.0? Изменилась ли игра каким-то особым образом? Стоит ли вернуться в неё тем, кто ушёл, или попробовать тем, кто боялся? И сперва давайте уточним, что этот материал партнёрский. Российский издатель попросил нас рассказать о нововведениях, поэтому мы ограничимся лишь фактами без оценочных суждений и постараемся говорить обо всём максимально беспристрастно. Меня зовут Эльман Гусейнов, а вы на СтопГейм. Для начала давайте посмотрим, что же такого случилось с игрой, что её стали гордо называть Lost Ark 2.0. Ведь на первый взгляд произошло лишь стандартное расширение контента. Новый материк Фейтон, продолжение основного сюжета, острова, а в механике всего-то изменили ремёсла, мореплавание, доступ к некоторым подземельям и чутка подняли левел кап. Но стоит копнуть глубже, и можно утонуть в количестве заменённых эффектов, бафов, наград и условий, а обилие цифр в тексте сведёт зрителя с ума. Поэтому мы и пройдёмся по-главному. Без сомнения, одно из важнейших нововведений обновления — это личное поместье. На 50-м уровне каждому герою открывается специальное задание, выполнение которого гарантированно приводит к получению особняка. А там будьте готовы заниматься микроменеджментом. Так, в вашей резиденции есть лаборатория, мастерская, мореходный штаб и сам особняк. В лаборатории проводятся исследования улучшений для ваших владений, упрощающих их развитие. В мастерской можно крафтить расходники, материалы для прокачки снаряжения и предметы интерьера. А в мореходном штабе — собирать экспедиции на выполнение заданий в ожидании получения любопытных наград. Тем временем сам особняк выступает зданием, где можно управлять эффектами, действующими на поместье, и NPC в нём. Неписи, с которыми у вас хорошие отношения, разрешается пригласить к себе в домик и расставить по территории как душе угодно. Правда, больше шести гостей позвать не разрешают. Саму территорию дозволено декорировать любыми добытыми, купленными или скрафченными предметами, как в какой-нибудь The Sims. Кроме того, заглянуть на огонёк могут и другие игроки, ведь в поместье ежедневно прибывают разные торговцы со случайным ассортиментом, так что ходить в гости можно и нужно ради их товаров. Но у всего этого есть весомые ограничения. Разумеется, на исследования и крафт улучшений нужны ресурсы. При отправке моряков на приключения игра просчитывает шанс успеха, с которым команда может добыть что-то поистине полезное. А вместе с тем любое действие, приносящее опыт, требует времени на его выполнение и... тратит энергию по месте. Имея особые предметы, энергию можно пополнить. Сама она, конечно же, восстанавливается с течением времени, а её максимальные значения растут вместе с уровнем владения, который повышается за количество различных действий, выполняемых вами дома. В общем, всё очень сильно взаимосвязано. Также в Лустарк 2.0 любители мореплавания больше не увидят разноцветных точек на воде, отвечающих за подъём сундуков, ловлю рыбы и охоту на разных существ. По крайней мере, они не будут доступны всегда. Теперь эти занятия привязаны ко внутриигровому календарю и возможны только в отведённые часы. А при подъёме плавающего груза перестали награждать материалами, зато накладывают положительные эффекты на ваше судно. С одной стороны, водная гладь теперь пуста, и большую часть времени делает там нечего. А с другой, с чётким расписанием морских активностей, есть шанс на повышение конкуренции и количество участников в определённых ивентах. На суше игроки обнаружат изменения подземелий. С новым патчем переработали и условия для входа в некоторые рейды, и механики их прохождения. К примеру, в чертогах хаоса больше никто не требует приглашения, посещение ограничено ежедневно обновляемой полоской энергии. Сами же чертоги теперь делятся по локациям и этапам, каждый со своим требованием к гирскор. Похожим образом работают и подземелья бездны, среди которых множество усложнённых сюжетных данжей. Новой частью подземелья бездны в 2.0 стали Великие Врата, морские рейды, в которых игроков отправят в подводные глубины, где придётся внимательно следить за количеством кислорода. Каждый из них пускают лишь раз в неделю, но награды могут стоить того. Также из Ло Старк исчезли Королевские Приказы. Специальные билеты в Роуглайк активности вроде Куба, Пути Испытаний и Башен. На место приказов пришли другие пропуска, уникальные для каждого из перечисленных ивентов. По словам авторов, это позволит не думать, на что потратить единый билет, а наслаждаться чем угодно. Но как результат, лишь увеличилось количество их видов. Так что для кого-то это может быть не облегчением, а даже наоборот. Прокачивать по-новому теперь предстоит и ремёсла. Если раньше приходилось выбирать, что выгоднее, а что легче, то и теперь выбирать не нужно вовсе. Ваши герои больше не ограничены количеством профессий. Более того, прогресс их развития стал единым на всех персонажей на сервере. По-другому получаются и ремесленные навыки. Теперь скиллы выдают автоматически по достижению определённых уровней. Но быстро вкачать всё на свете не выйдет, так как при сборе ресурсов ныне тратится опять-таки энергия. Однако всё перечисленное лишь вершина айсберга. Постоянные игроки обнаружат множество мелких правок, которые меняют сам подход к геймплею. К примеру, моряки на судне игрока за редким исключением теперь имеют привязку к кораблю. Сами же посудины обзавелись уровнями устойчивости к разным водам, а на карте мира при выборе локации показывают, какие ресурсы можно там добыть. Некоторые вещи вроде профессий стали очевидно легче, ведь если опыт делится на всех ваших персонажей, то твинководство ради фарма теряет смысл. Однако системы энергии, вежливо ограничивающие пыл особо рьяных игроков, вызывают некоторые опасения. Всё это вещи игромеханические, но что там с контентом? А его, скажу я вам, дохрена. Правда, есть один нюанс. Понадобится высокий уровень снаряжения. Для героев с 900 ГС самое то отправиться на новый континент Фейтон, где продолжится сюжетная линия всей игры. Да, команда Lost Ark расширяет географию проекта ежемесячно, добавляя новые острова и подземелья. Однако основная история развивается именно на материках, а последний был введён ещё полгода назад, поэтому для игроков появление Фейтона событие значимое. Сам Фейтон место не очень-то приветливое. В этих диких землях поселились дероны, в чьих жилах смешалась кровь людей и демонов. Осколки хаоса в их сердцах позволяют им существовать, но есть вероятность, что хаос их поглотит. Прибытие героев в новые земли, разумеется, связано с угрозой, нависшей над Фейтоном и поисками очередного осколка утраченного ковчега. Перед отправкой стоит приготовиться к тому, что мобу здесь бьют больно, а местные жители настолько неприветливы, что не станут разговаривать с чужаками. В порту единственная из деронов, кто решилась со мной заговорить, это слепая девушка, которой пришлось обманом убеждать, что я свой. Сами локации выглядят мрачнее хэллоуинской ночи. Тут и там рыскают обращённые на сторону зла дероны и звери, чей разум уже не спасти. Игроки побывают в болотах, пустошах и пещерах, где расположился город-столица Каллазар. Даже оба сюжетных подземелья выполнены в готическом стиле и населены ордами демонов. Разгоняет эти мрачные тона солнечный остров. Это название, а не описание. Здесь героев ждёт погоня за сумасшедшей белкой и встреча с легендарной Нинав. Получить же душу острова можно, только заслужив её доверие. Если у вашего героя уже всё те же 900 ГС, Нинав ждёт вас. Правда, есть и новая локация с требованиями чуть пониже. С 885 ГС можно отправиться на Тыквенный остров, обитатели которого поклоняются некоему тыквобогу. И пусть условия даже здесь довольно высокие, не стоит отчаиваться. До 13 января следующего года в Лост Арк запущено событие Акрасия Экспресс, позволяющее значительно ускорить прокачку персонажа до топовых показателей. Создав нового героя, нужно выбрать режим развития, сюжетный или возвышение. В первом ваше альтер-эго начнёт всё с первого уровня, что даст возможность ознакомиться с основами механик и истории Лост Арк. А вот с возвышением всё немного по-другому. В этом режиме вас сразу поставят перед выбором архетипа своего класса, будет ли он лучником или наваливать с дробовика. Затем выдадут 50-й левел и ящик с неплохими шмотками, а вместе с тем откроют окошко с перечнем наград и заданий, закрыв которые вы получите топовое снаряжение. И вот тут у вас должен возникнуть вопрос, а не превратится ли игра с мгновенной прокачкой до максимального уровня в обыкновенный фарм шмоток. Как раз от этого и должны спасти изменения условий входа в данжи, а левел кап теперь подняли с 50-го до 55-го. Все вместе изменения решительно преображают знакомую игру. Продолжение основной истории и новые данжи могут занять ваши свободные вечера, а если вы давно хотели попробовать Лост Арк, то из-за временного события Акрасия Экспресс начать сейчас будет легче всего. Для этого достаточно пройти по ссылочке в описании, ведь игра бесплатная. К тому же сейчас там еще и подарки раздают в честь годовщины проекта в СНГ. А на этом все, подписывайтесь на наш канал и заглядывайте в комментарии у нас на сайте, именно там обитают все авторы, отвечая на любые вопросы. До встречи на StopGame.ru. Субтитры создавал DimaTorzok